Итак, всем привет, с вами ДубК, продолжаем играть за Канаду, в прошлом и будущем Британию, в Казеррайх, в прошлой серии мы помогли Франции подавить восстание, перед этим мы Австралию и Новозеландию вернули в Антанту, и в этой серии, я думаю, мы будем продолжать бороться с интернационалом везде, где мы можем, и, собственно говоря, поддерживать все страны, что могут в будущем помочь нам в этой войне. Поехали! Я вижу, что можно помочь Остазии, отправим туда добровольцев, и еще тут идет война Металла Африки с Португалией, но, по-моему, она сейчас будет проиграна, да? Я никогда не видел, что была вот такая вот война, обычно либо Металла Африка разваливалась сама, либо Португалия переставала делать эти рейды, но теперь, судя по всему, все. Тут осталось буквально, вот мы застали в момент, когда тут 39 стабильности, и, по идее, Португалия проиграет сейчас. Ну, посмотрим, можно тоже отправить добровольцев, чтобы быстрее подзахватить, но самое главное сюда помочь, и посмотреть, что мы еще можем. В Америке мы не хотим поддерживать, синдикаты вроде так проиграют. Мы, в теории, хотим вмешаться, наверное, потом вот это вот сделать, да? Ну да, а вернуть территорию мы, собственно говоря, не хотим, так что нам в один момент, когда Америка перестанет воевать, она захочет свои территории обратно. Значит, нам нужно, чтобы они как можно дольше не переставали воевать. Ну да, так что только вот в эти две страны мы сможем закинуть добровольцев. Следовали мы тут ячейку нашу, да, здесь вот. И теперь стоит подумать нам, куда нам пойти дальше. И можно чуть промышленность здесь ресурсов добыть, но нам, наверное, сейчас это не нужно. Можно пойти в армию, можно пойти в авиацию и флот, и я думаю, что мы пойдем в флот. И правильно ли я думаю? Не уверен. А на самом деле... Да, вот здесь вот очень много верфей дается, затем мы еще вот здесь, я так понимаю, много верфей получим. Очень здесь много бафов на самом-то деле. Но вопрос, успеем ли мы? Просто, я думаю, нет. Флот построить, который сможет противостоять флоту Британского Союза, скорее всего, мы не сможем, да. А вот авиацию вполне себе. Также еще у меня здесь есть выбор, во что мы пойдем в танки. Здесь есть скидка на танки, это очень приятно. Либо в пехоту. На самом деле, здесь мне очень нравится вот этот баф. Плюс организация, плюс численность его спецназначения, что сделает нас... Что даст нам побольше как раз-таки морпехов. Морпехи нам нужны. Вот как бы большой выбор, надо о нем хорошо подумать. И знаете что? Давайте все-таки попробуем сделать наш флот достаточно сильным. Потому что, если мы получим хороший флот, это поможет нам и против Интернационала, и в будущем против Германии, на самом деле. У него тоже союзники везде здесь есть, да. Так что попробуем сделать хороший флот. И из того, что у нас есть, у нас есть два варианта, на самом деле. Пойти вот сюда и сделать авианосца, да, чуть-чуть побольше. Корабли потяжелее. Либо пойти сюда и просто застроиться крейсерами по максимуму. И, наверное, нам нужно идти в крейсеры. Потому что авианосцы, во-первых, долго производить их. Во-вторых, у нас сейчас только первые левелы, да. Крейсеры у нас уже есть. То есть, на самом деле, можно сделать сочетание тяжелых и легких крейсеров. Подоследовать здесь им орудия. Добавить, возможно, каких-то эсминцев с сонарами. Но это, наверное, отдельно, потому что у нас сейчас, я так полагаю, вообще нету их сонаров на эсминцах. И, следовательно, нам с подлодками будет сейчас очень сложно сражаться. Ну да, так и есть. Возможно, стоит таким образом еще... Даже нет, лучше, наверное, просто добавить сонар всем этим. Да. Да, короче говоря, пойдем во флот. Пойдем в крейсеры. Я думаю, с этим мы решили. Это вот мы себе позволить не сможем. Так что надо начать уже исследовать, я думаю. И пойдем мы исследовать вот сюда. Единственное... Так как у нас нет сейчас опыта флота, наверное, не прямо сейчас мы это будем делать. Потому что хочется это все уже исследовать с этим бафом. Так что пока эти исследования пойдут куда-то еще. К примеру, вот... Что у нас здесь есть? Куда-нибудь сюда. А насчет потом исследований флота мы посмотрим уже, когда появится опыт. А опыт появится с вот этим вот фокусом и адмиралами. О, Португалия решает вступить в Антанту. Ну давайте. Кстати говоря, они измерили с... Металлафрикой здесь. И это меня очень радует. Возможно, мы все будем работать вместе против интернационала. Хотелось бы работать вместе, чтобы получить просто так вот эти вот территории после победы Германии, да? И потом уже можно подумать, что мы будем делать с самой Германией. Кстати говоря, в Индии пока войны не идет. И это тоже нормально. Продолжаем инвестиции в СССР. Инвестируем себе во фабрику. Продолжаем здесь застраиваться. И можно еще инвестировать в кого-то. Мы инвестировали в любому Индию. Давайте инвестируем во Францию. Они-то, видимо, сами выберут, что они хотят. Португалия еще присоединяются. Это даст нам еще политку. И давайте-ка... Куда мы дальше инвестируем? В Австралию? Кто здесь такой самый более-менее подходящий? Давайте посмотрим. Надо усилять более сильных. Да, Австралия. Нет, смотрите, здесь нету фабрик. Давайте попробуем Новозеландию в надежде на то, что она построит хотя бы первую фабрику. Нет, она выбрала, видимо, военный завод. Ну ладно, пускай. Любая помощь — это помощь. Мы можем еще в кого-то инвестировать. Собственно говоря, Португалия к нам вошла. Давайте в Португалию и инвестируем тоже. Есть такая более-менее нормальная промышленность, на самом деле. Это приятно. Ну как, 10-13. Не сильно большая, но для микро-средней страны пойдет. Нам нужно будет туда, кстати говоря, войска какие-то в один момент забросить, чтобы защищаться от Испании. Возможно, это будет одним из важных фронтов. Здесь, кстати говоря, рабочий лагеря, если вы помните. Фокусу есть. Вот тут вот. Они, по-моему, и были. Вот здесь вот, да. И нам предлагают и закрыть. Я знаю, что даже если мы откажемся, то нам все равно заставят. Поэтому давайте, да, отменим лагеря. Что поделать. Действительно, периодически я поднимаю фабрики вверх, чтобы они продолжали строить другие фабрики. В Аргентине война закончилась. Аргентинцы проиграли. Победили интернационалисты. Здесь, кстати говоря, санкции германские, я вижу. Хотя при этом оттуда есть добровольцы, забавно. Там победил король, монархисты вроде как. Непонятно, куда это поведет. Но я точно знаю, что Сербия потом попробует Австро-Венгрию атаковать. Это уже, кстати говоря, Дунайская Федерация. Она всех уже вся присоединилась. Присоединил вопрос, присоединили ли Венгрию. Вроде должна. Но это не точно. Ого, великий ураган в Новой Англии. Что-то очень ужасное. Ну да. Ну мы просто починили фабрики, и остальное все потерпит. Что еще можно сказать? Ну да. Филипины просят помощи, потому что у них топает Япония. Давайте предложим им защиту, конечно же. И слушайте, а можем ли мы сражаться с Японией? У нее на самом деле сильный флот. Хороший вопрос. Я бы сказал, скорее да, чем нет. Но однозначно вряд ли в прямом столкновении мы сможем с ними справиться. Хотя я не знаю финальных цифр, но наши цифры точно не сильно впечатляют. И особенно у нас нет никаких доктрин. У них тоже, но с доктринами было бы уверено. А, ну вот. Отлично, они отступили. Слава богу. В Южной Африке восстание. Давайте присоединився, поможем им на самом деле. Да. Если мы сможем свою власть там учредить, то это будет того стоить. Давайте им отправим наш завод, можно сказать, экспедиционный корпус. Где-то, можно сказать, полноценная сила вторжения. И ей попробуем пробиться. И заодно сюда флот, о, авиацию точнее пришлем, флот не пришлем. Вот авиацию и армию вполне себе. Армия уже на полпути. Авиация уже на месте. И, собственно говоря, да, всех, кого можно призвать, мы там призовем. Почему бы нет? Гавайи хотят эсминец. Ну, давайте. За 135... На 135 дней за 3 ТНП. Вполне себе. И освободить нам немало фабрик. Кстати говоря, уже пора бы, я думаю, переходить на авиальные заводы. Просто почему я этого не делаю? Да, на самом-то деле. А потому что нам строить нечего пока что. У нас нету ни самолетов, ни танков. У нас, возможно, сюда немножко нужно, но это все пыль. Возможно, нам стоило бы подстроить верфей в это время. И, да, давайте так я и сделаю. Потому что верфи нам пригодятся точно. Но вот военных заводов пока нет. Нужно сейчас доделать флот. Затем, я полагаю, авиацию, либо танки. И их уже начать строить. И вот наше войско остается на позиции. Они, в принципе, готовы. Давайте сразу начинать нападение. Пробиваться как только сможем. Пока что можно прекратить тренировки нашего флота, чтобы авиация тоже получала, собственно говоря, морской вообще топливо. Получало топливо. И здесь, я думаю, мы уже сможем пробиться нашими 10 дивизиями. И вот мы дошли до фокусов. Наконец-то на техе. Так мне их не хватало. Возьмем мы сразу крейсеры. Вот здесь вот. Это, в принципе, покроет нам крейсеры до следующего, четвертого тира, до последнего. И начнем исследовать уже третий с этим. И, собственно говоря, сделаем все шаблон. Тяжелый от легкого. И начнем мы их строить. Возможно, потом мы еще и построим легкие корпуса. Либо, возможно, там 1-2 авианосов. Но насчет авианосов я совсем не уверен. И они капитулировали. Прекрасно. Вопрос только, что я должен сделать, чтобы эта война закончилась красиво. Потому что, ну, теперь эти скриптовые миры работают очень криво. Но вроде Наталья все забрал. Так что я этим доволен. И вот у нас наша колония восстановилась. Отлично. Вопрос, где наши войска в следующий раз понадобятся. Давайте, наверное, их отправим в Португалию. Сразу же на полубоевые позиции. Туда же, наверное... Нет, эти войска я бы оставил пока здесь. Да, и, возможно, мне стоит уже обучать новых болдат. Да, уже пора. Так что, да. И ждем. Приглашаем всех, конечно же, в наш экономический союз. И ждем следующего момента кому-то помочь. Кстати говоря, скоро вот сюда можно опять отправить войска. Там еще не закончился конфликт. В Египет, возможно. Здесь... Здесь нужно против Гатемала будет отправить. Значит, в Никарагуа мы отправим войска. И в Италию мы, пожалуй, тоже попробуем тратить войска. Хотя здесь уже поздно. И мы дошли до момента, когда я уже исследовал новый дом свободы. Свободы. Надо как-то уже решить, что делать с этим. Нам нужна политическая власть. Нам не хватает концерна закрывать. И, конечно же, я думаю, мы закроем все-таки границы. Ну, как где этот? 0,4 политки, да? Мы полностью убираем расход припазов, стабильность. Полностью убираем политку. И даже получаем плюс 0,2, я так полагаю. Но мы теряем 20% прироста и 10% военнообязанного. Ну да, мы не можем ТНП на это тратить. Это точно. 10% ТНП, ужас. Так что да. Теперь у нас вот такой вот баф. На самом деле плюс политка. Очень даже приятно. Уменьшился наш прирост. Раньше он был под 80 тысяч. Это даст нам некоторый плюс. Но у нас еще и Минт Пауэра станет меньше теперь. Ну, что уж поделать здесь. Можно попробовать интервенцию устроить. Но нам пока все так же нужно исследовать. И следующий у нас будет исследованный истребитель. Поэтому мы идем именно к ним. Параллельно исследуя крейсер. И нам нужно докопить немного политки, чтобы поставить себе концерн крейсеров до исследования вот этого. Поэтому мы под конец отменим. И когда поставим себе уже концерн, снова начнем это исследовать. А вот случилось то, чего я не хотел, чтобы случилось. Эдуард собирает жениться. И у нас будет кризис отречения. У нас поменяется правитель. Неприятное событие, но что с ним поделать. И я потратил ПП. Политическую власть, которая у нас здесь накопилась на крейсеры. И вот он видит Королевская просьба. Ай, любовь истинные препятствий. Только за пред церкви. Я так понимаю, у нас есть шанс, чтобы Король не отлучился, что ли. Ну, мне особо без разницы, наверное. Единственное, я хотел, чтобы влияние британских этих было большое, чтобы я мог Королевскую власть поставить. Потому что единственное, что меня ограничивает, это влияние и поддержка партии. Все. Ну и вот оно, отречение. Давайте, да, отречемся, потому что здесь ну, многовато, слишком дебафов. И нужно подумать про наследника. И давайте выберем Генри. Он должен дать нам баф на уставление дивидии небольшое, пускай он будет. Пытаемся ему здесь пробиться сквозь войска Индокитаева оставшего. Не очень у нас получается, но как есть. И здесь тоже мы периодически просто подфармливаем опыт, на самом деле. У нас опыта уже неплохо, в основном за счет нашего здесь главнокомандующего и флота, который здесь фармит. Нужно нам еще, на самом деле, поставить реформатора ВВСБ себе на политка. Это просто то, о чем нам остается только мечтать. И у нас еще есть уникальное решение, я бы сказал, выбрать фокус на армию, на флот или авиацию. Я сначала думал об авиации, это очень приятно. Армия, я бы не сказал, что здесь что-то суперполезное. Да, стоимость доктрины хорошо, но в один момент опыт армии девать некуда. Стоимость доктрины в авиации тоже самая, авиаопыт фармится тоже очень быстро. Морская тоже, но здесь самая большая привлекательность снижения стоимости. Здесь 10% стоимости производства всего флота, это очень много. А в сумме с вот этим бафом, да, на 5, то есть мы получаем 15% стоимости строительства, это очень сильно. Намного сильнее, чем вот эти вот микробафы. Поэтому давайте это мы возьмем. Плюс это ускорит строительство верфей. Хотя мы уже почти достроили все наши верфи и начинаем строить военные заводы. Но тем не менее, пользу от этого будет. И мы после этого начнем жестко настраивать себе тяжелые крейсеры. Кстати говоря, мы тут сделали тренировочную программу ВВС Антанты и у нас все присоединяются и дают нам просто тонну опыта авиационного. Это невероятно приятно на самом деле. Кстати говоря, началась в Италии война со Сицилией и Папой Римским. Туда мы можем точно отправить добровольцев. И мы, собственно говоря, это сейчас сделаем и примем участие. В идеале задавить вот эту вот диколистскую заразу в Италии. И хотя бы там победить, потому что в Испании мы в тот момент победить не могли. Слушайте, это очень успешно здесь все продвигается. Еще мы здесь вот авиации микро-помощью устраиваем. Так что, да, итальянцы отступают. Еще и здесь есть вот этот анклав, который никак не добьют. Очень успешно, я бы сказал. И вот сообщение на том, что в Индии будет война. И знаете что? Мы постараемся помочь им. Я уже не буду, наверное, воевать в Америке, да? Интервенции не будет. Другой вопрос, чтобы в нас самих не влетели, но, надеюсь, нет. А вот эти войска я бы отправил в Индию, как ни странно, да? Потому что там было бы очень важно победить, и важно было бы там победить как можно быстрее, конечно же. Этот слой сейчас пойдет на авиацию с бонусом, который получим вот здесь. И мы попробуем строить, я думаю, что-то вот такое. Хотя, наверное, чуть-чуть уменьшим. количество орудий вот так, чтобы мы могли успеть это произвести в срок. И теперь в 4, нет, не в 4, получается 8 ячеек. мы сейчас начнем это все строить. Сколько мы успеем? Хороший вопрос. Думаю, как минимум несколько. В идеале, конечно, успеть бы хотя бы там десяток-два построить, но вряд ли мы реально успеем настолько много отстроиться. Но мы не сразу должны будем боевать, да? Нам не обязательно сразу весь этот плод вести на суицидальный бой с британским союзом. Мы можем еще подождать и достроить. И я хорошенько подумал и подумал, что мы пойдем все-таки вот сюда. И мы все-таки пойдем в приостановленную мощь, потому что полноценно реально мы в танки выйти не успеваем, и у нас нету но это промышленные мощности. Как бы мы начинали очень бедными, поэтому когда мы достроились до нашей промышленности, нам осталось только построить все флот и что-то одно из авиации либо танков, и я выбрал все-таки авиацию, потому что она поважнее. И я думаю, это нормальный выбор. Думаю, с нами будет все в порядке, как говорится. Политку все это оставим тогда на самолетик вот сюда и тоже его исследуем уже когда у нас будет здесь так когда у нас будет здесь концерн, это если мы хотим вот это поставить, но у нас есть еще вариант вот это поставить, и тогда концерн не нужен. Здесь 15% стоимости производства, и это очень много, и этим нам нужно воспользоваться. Мы не сможем делать супер качественные самолеты, нужно сделать их просто больше на 15%. И вот здесь уже начинается война, собственно говоря, пока что только с Россией, а там Франция типа оправдывает нас казусбели, но я так полагаю, это не против нас, потому что где здесь против нас вообще казусбели, вот тут что ли? Да, слушайте, ладно, нет, здесь это она не может поставить, есть очевидно вот здесь казусыбели, да, какие-то против всяких там в Португалии, но тоже должно быть здесь готово все, я не очень понимаю, что там считается против нас, но допустим, в этом случае это все в следующей серии, в этой мы уже подошли к самой войне, начали все здесь флот строить жесткий, очень много легких крейсеров уже построили, остается лишь построить каких-то именно основных боевых кораблей, ими будут наши тяжелые крейсеры, должны быть очень сильными, я даже подозреваю, что возможно с какими-нибудь французскими линкорами они смогут кое-как сражаться, ну как, кое-как, учитывая то, что наших крейсеров больше, с вами был Тубгейм, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, все как обычно, до скорых встреч, пока!